Вопрос воспитания пора брать в крепкие мужские руки. Женщин договорились не пускать. В зале много мужчин-педагогов. Они, конечно, знают, на родительские собрания, пап, не затянуть им некогда. Но к тем, кто в зале, видимо, это не относится. Эти точно знают, девочку надо любить и поддерживать, с мальчиком заниматься. Играть в спортивные игры, ходить с ним на рыбалку, на охоту, делать табуретки. То есть это очень важно. Именно увлечение техникой, оно сближает и сына, и отца, потому что они совместно могут ковыряться в гараже. Это лучше, чем лежать на диване и смотреть телевизор. Как оказалось, папы по вопросам воспитания поговорить любят не меньше мам. Желающих высказаться очень много. Если бы не регламент, заседали бы до глубокой ночи. Двое детей, Варваре 7 почти лет, сыну Андрею 2,5 года. С дочерью мы на столбе. Вся весна у нас прошла в принюхивании к природе. Вот это первые цветочки я перевез в дом прапрадеда. И вот хочу, чтобы они прикасались к этой нашей семейной истории. Полазали на попечке. О своих принципах воспитания докладывает мэр Сергей Ремин. У него 4 дочки. Сам работает по 14 часов в сутки. При этом точно знает, главное для детей, их полнейшая занятость. Сам Ремин прошел школу деревенского воспитания. Отец был председателем совхоза. С таким не забалуешь. Воспитывали у меня очень просто. С первого класса это огород. Во втором классе мне завели поросят четырех. Потом в четвертом классе завели корову. Потом добавили гусей. Кур добавили. Как правильно воспитывать детей? Вопрос почти философский. Если кто-то про себя решил в эти выходные, надо выбраться, если не в поход, то по крайней мере на семейный пикник, свою задачу минимум форум отцов выполнил. Евгения Плодникова, Андрей Магомедов, Вести, Красноярск.